МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире выпуск информационной программы Северный город в студии Анастасия Матвеева. Здравствуйте! Сегодня выпуски. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начало апреля выдалось жарким для пожарных. Мошенники не дремлют очередные махинации с банковскими картами. Неизвестный Усть-Лим продолжает знакомиться с интересными горожанами. Начнем выпуск с происшествий. Четыре пожара зарегистрированы отделом надзорной деятельности в период с 31 марта по 4 апреля. Во вторник 1 апреля сигнал на пульт 01 поступил в 10 часов 14 минут из дачного кооператива «Коммунальник». Горел дачный дом. В результате пожара полностью уничтожены кровля и потолочное перекрытие, повреждены стены. Пострадавших нет. В этот же день в 19 часов 59 минут огнеборцы выехали в дачный кооператив «Фиалка». На одном из частных участков загорелась баня. Огонь полностью уничтожил кровлю строения. Человеческих жертв и травмированных нет. 3 апреля пожарные выехали по тревоге в дачный кооператив «Лесники», где произошло возгорание дачного дома. Кровля и потолочное перекрытие уничтожены полностью, повреждены стены. К счастью, никто не пострадал. И еще одно возгорание произошло 4 апреля. Во втором часу ночи наряд пожарных выехал на проспект Дружбы народов 54, где загорелся автомобиль «Тойота Карина» 1991 года выпуска. Огнем уничтожены все сгораемые части машины. Пострадавших нет. По всем четырем случаям проводится проверка. Выясняются причины возгорания и ущерб. 3 апреля в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России Устилимский обратилась жительница города с просьбой привлечь к ответственности неизвестных лиц, снявших с ее банковской карты свыше 20 тысяч рублей. Женщина сообщила, что утром на сотовый телефон поступило сообщение о том, что заявка на перевод денег с ее карты принята. При этом сообщение было отправлено с номера подключенной банковской услуги мобильного банка 900. Перезвонив по этому номеру, женщина увидела, что вызов пошел на совершенно другой номер телефона, но не придала этому особого значения. Тему продолжит Анна Парфений. Дальнейший сценарий развивался по обычной схеме. На звонок ответил мужчина, который представился работником банка. Его речь была отработанной и грамотной. Он подтвердил наличие заявки и заверил, что ее можно легко отменить тут же. Однако для этого клиенту необходимо назвать свои персональные данные, номер банковской карты и три последние цифры, напечатанные на ее обороте. Затем последовали проверочные манипуляции со снятием и возвращением денег на счет женщины. А после этого мошенник осуществил перевод с ее карты более 20 тысяч рублей, используя систему электронного кошелька. Аналогичным образом были обмануты еще несколько устилимцев. Все они обратились по данному поводу в полицию. Перед тем, как собственноручно отдать свои деньги мошенникам, потерпевшие получали смс о подтверждении заявки на перевод одной и той же суммы. 14 тысяч 608 рублей. По данным фактам в полиции назначены проверки. В банк направлены официальные запросы о механизме мошеннических операций с использованием номера банковской карты. Сама схема не является новинкой. Она уже пару лет активно используется в средней полосе России и связана с тем, что мобильные операторы предоставляют своим абонентам короткие номера. При этом номер 900 на деле оказывается номером 90 плюс буква О. Или смс приходит не от российского оператора сотовой связи, а от зарубежного. Учитывая это, каждый обладатель банковской карты должен помнить о сохранности данных карт с счетов. Вся система банковских карт ориентирована именно на такое поведение банковских клиентов. Следует помнить, что изначально мошенники не знают, какая карта и какого банка есть у его будущей жертвы и сколько средств на ней хранится. Поэтому, получив любое сомнительное смс, необходимо обдумать ситуацию, неоднократно перечитать сообщение. И, конечно, обратиться в контактный центр банка, номер которого указан на каждой банковской карте. Берегите себя и свои деньги. Анна Парфений, Александр Килин, по информации Пресс-службы Межмуниципального отдела полиции. В рейтинге глав субъектов Сибирского федерального округа по количеству и качеству упоминаний в СМИ губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко по итогам марта занял четвертое место. Первое место у временно исполняющего губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого. Второе у главы Алтайского края Александра Карлина. На третьем месте глава Кемеровской области Аман Тулеев. В общероссийском рейтинге по количеству упоминаний в СМИ губернатор Иркутской области занимает по итогам марта 24-ю строчку, поднявшись на 8 позиций. Рейтинг построен на основе базы системы СМИ, включающей около 16 тысяч наиболее влиятельных источников – телевидения, радиогазеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. Свыше 16 миллиардов рублей составляет долг жителей и организаций в Иркутской области перед банками. Это на 4 миллиарда больше, чем за аналогичный период прошлого года. В январе-феврале текущего года у судебных приставов региона на исполнении находилось 63 тысячи 300 производств о взыскании долгов по кредитам. Если сопоставить сложившуюся задолженность перед банками с числом жителей при Ангаре, то каждый проживающий в области должен около 6,5 тысяч рублей. При этом юридические лица задолжали около 3 миллиардов рублей, а физически – более 13 миллиардов. В результате применения мер воздействия на должников с судебными приставами удалось вернуть кредитным организациям региона 170 миллионов 600 тысяч рублей. Вы смотрите информационную программу «Северный город». Мы продолжаем наш выпуск. Уст-Илимские полицейские не прекращают розыск пропавшего осенью 2013 года Никиты Мутина. По последним данным, 13-летнего мальчика видели в Усолье и Сибирском. В настоящее время проверяется любая информация о местонахождении Никиты. Ориентировки были направлены во все отделы органов внутренних дел. 8 октября подросток вышел погулять из своего дома по улице. 50 лет в ЛКСМ и не вернулся. О его исчезновении заявила бабушка. Отец мальчика в это время находился на рыбалке, а мама долгое время проживала в другом городе. На вид Никите 13 лет, рост 160 см, волосы русые, глаза карие. Мальчик был одет в черный спортивный костюм с белыми полосками, в черную утепленную куртку с капюшоном и черные кроссовки. Подросток учился в 6 классе коррекционной школы. Граждан, обладающих любой информацией о местонахождении пропавшего мальчика, полиция просит позвонить по телефону 8-395-35-6-31-64 или в группу розыска отдела уголовного розыска по телефону 8-395-35-6-31-29. В прошлую пятницу в рамках рубрики «Неизвестный у стили» мы рассказали о женщине, чья безграничная любовь к четвероногому питомцу подтолкнула ее к освоению необычных навыков. Наша героиня Светлана Томашевская в мастерский обращается с ножницами, но стрижет не людей, а собак. На этом ее умения не заканчиваются. Тему продолжит Елена Лементуева. Если у человека есть хобби, это хорошо. А если оно помимо морального удовлетворения приносит еще и достаток, лучше вдвойне. Пожалуй, о такой работе мечтает каждый. Нашей героине повезло. Однажды освоив мастерство стрижки на своей собаке, она начала практиковать его на других. Благодаря ее профессии многие домашние питомцы имеют возможность посещать так называемый салон красоты и выглядеть отлично до кончиков когтей. Но стрижка собак, признается Светлана, дело сезонное. Зимой, особенно когда у нас морозы, люди предпочитают животных своих не стричь. Но, чтобы не остаться без работы, я нашла выход. Я придумала себе еще одно занятие. Я шью собакам одежду. И вижу собакам одежду. Бест всегда одет по погоде. Например, на случай ненастья у него есть замечательный костюмчик, в котором без стресса для хозяев он может вдоволь порезвиться. Вот именно этот комбинезон предназначен для того, чтобы сберечь золотистую шерсть Бестика от грязи, от сырости, от влаги. Это увеличивает количество его прогулок, потому что он имеет возможность чаще гулять, потому что дома не приходится после каждой прогулки тщательно промывать ему живот, хвост и так далее. Только лапки, что, в принципе, не является сложным. И он изготовлен из плащевки. Что тут есть? Для украшения светоотражающая лента. Моднику Бесту такой костюмчик по душе. Учитывая подвижность собак, одежда для них, конечно, должна быть удобной. Плюс ко всему нужно брать во внимание физиологические потребности четвероногих любимцев. Поэтому с каждого клиента Светлана обязательно снимает мерки. Каждая собака индивидуальна, поэтому на каждую собаку я снимаю мерки, потом делаю примерку и только после этого можно будет говорить о том, что все завершено. Затем иногда бывает такое, что во время носки в движении у собаки что-то мешает, приходится немножечко подделывать, делать шаг назад, все перепарывать, все пересматривать и переделывать. А дизайн одежды – это совместная работа Светланы и владельцев собак. Работа кропотливая, но зато как приятно видеть любимцев, щеголяющих в красивых костюмчиках. А вот Тихон – обычная дворняга. Но ему есть чем поразить прохожих. Его хозяйка Анастасия рассказала, что научила Тихона выполнять различные трюки благодаря наставничеству Светланы. В копилку умений нашей героини добавляется еще и дрессировка собак. Самое главное – это понимание, чтобы не кричать на него. Хорошее отношение, чтобы было. Полноправными членами семьи Громовых являются два красавца – золотистые ретриверы Бест и Филя. Они – настоящая гордость хозяев. Например, Бест регулярно принимает участие в выставках. Принимал участие где-то в девяти выставках. Он становился лучшим представителем породы среди юниоров. Был лучшим победителем класса. Младшему Филе всего год. Но ему есть чем гордиться. Будучи еще щенком, он принимал участие в выставке, где был признан лучшим бейбиком. В выставке, которая была недавно в Иркутске, тоже он становился лучшим юниором среди кобелей. И даже был признан лучшим юниором среди собак данного возраста. Каждому участнику выставки есть определенные требования. Собака должна быть чистой и подстриженной согласно породе. А также знать определенные команды и уметь себя вести. Правильно двигаться по рингу, вставать в стойку. Это называется выставочная дрессировка. И этому тоже учит Светлана. Наша героиня рассказала, что зачастую собак показывают не владельцы, а специалисты. Это на самом деле очень большая нагрузка на нервную систему, когда переживаешь за свое близкое, дорогое тебе существо. И очень многие переживают просто очень сильно, поэтому им проще попросить кого-то сделать это за них. Хендлер. Так называется человек, представляющий собак на выставке. Не удивляйтесь, это еще один навык Светланы. Победе на выставках она радуется не меньше хозяев конкурсантов. Ну, конечно, это всегда приятно. Это является, опять же, достижением цели, в первую очередь. Во-вторых, это является подтверждением того, что мы делаем все правильно и двигаемся в нужном направлении. Светлана рассказала нам секрет успешного общения с четвероногими друзьями. Каждая собака – это личность. И каждой собаке нужно уметь найти свой подход, найти мотивацию. И это своеобразное развитие и меня, и собаки. И людей, которые приходят с собаками, это и общение. И, конечно же, когда видишь, что собака и человек начинают понимать друг друга и вместе становятся жить комфортно, вот это всегда очень радует. Эта история наглядно показывает, как большая и искренняя любовь к своему питомцу может перерасти в стремление преображать других и стать профессией. Елена Лементуева, Дмитрий Белозеров, информационная программа «Северный город». В завершении выпуска обзор культурных событий на выходные дни. 5 апреля в 15 часов в Краевическом музее состоится встреча с первостроителями трассы «Братск-Устилимск. Судьба моя дорога». 6 апреля школа искусств номер 1 в 12 часов приглашает на фестиваль детских хоровых коллективов «Солнечный круг» в рамках городского открытого фестиваля детского и юношеского творчества «Надежда-2014». На этом выпуск нашей программы подошел к концу. Звоните в редакцию по телефону 6-23-55. Делитесь интересными событиями и впечатлениями. Хороших вам новостей и отличных выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова